Специальный выпуск «Часописа Олеся» презентовали в Минске у Мастацкой галереи. Десятый номер выдания просвятили Жанчинам Столичной области. На его сторонках истории и достигнений лидеров Минской областной организации Белорусского союза Жанчин. Это новый проект что-месячного выдания, особный выпуск просвещать лучшим героиням каждой области. Кто опынулся на сторонках десятого номера Олеси в материале нашего корреспондента. «Часопис Олеся» уже больше за 90-х год рассказывая про жанучий рух у Беларуси. Тех, кто достигнули профессийных успехов, стали шмадетными матью и господинями счастливых семью. Одним словом, саправдными героинями сучасности. А такими Минская область богата. На сторонке специального выпуска Олеси трапили 10 яскравых особ центрального региона. И каждая – приклад самоотданости своей справе. Презентовали «Часопис» у Минску 30-го Кастрышника под гуки симфонии. Уколе шанунных гостей и лидеры уже нашего руха Украины. «Часопис» была ведь одночасовая лёгкая тяжкая. Тяжкая, потому что немогчимо у всех наших цикавых жанчин, которые входят в нашу жанучую организацию в области, немогчимо про всех уместить в одинчасовость. Думаю, что специальный выпуск, который призвечен в Минской области, мы над этим не будем сподняться. У нас уже был Гродненский выпуск. Светлана Сорока упрыгожила в укладку специального номера Олеси. За 15 лет керавництва Палацом культуры, занимающейся громадской и политической деятельностью, сейчас ей есть, чем поделиться с белорусскими жанчинами. Улику БСЖ – представницы из разных регионов Украины, которые великую працу проводят на местах. А доказ тому на Минщине – Солигорская районная организация, признана лепшей у республицы. Больше за 20 лет узначаливая ее Алена Козырова – инициатор шматликих справ. Открытие музея Мати, створение Рабиновой аллеи и выпуску книги жанчины Солигорщины. Более 25 лет возглавляю эту организацию. И хочу сказать, что самое главное в достижении тех результатов, которых наша организация добилась, это системность в работе и кадры, которые меня окружали. Советую, с чего надо начать работу – это работать с первичными организациями. От того, кто возглавляет первичную организацию, насколько это лидер своего дела, насколько мы его, президиум, обучили, настолько он объединит всех женщин в своем трудовом коллективе. Один из новых проектов в БСЖ на сторонках Алиси – женщина-легенда. Такого звания удостоена мэтр национальной сцены – народная артистка Беларуси Мария Захаревич. За 60 годов она створила целую галерею жанчинных образов, которые складывают к историю айчинного театрального мастерства. Ириней спецвыпуску стали еще одна урадженка молодежь на жанчина годы Беларуси Наталья Галота. Приклад талиновитого керевника. Она директор мясового предприятия НФ, которая давно стала авторитетна на рынке сярод гиганта у беларуской промысловости. Как же, а где сягнуть агульные меты, про складники поспеху, звуснул бизнес-вумен. Я очень люблю молодежь. Всегда при малейшей возможности стараюсь экскурсии во предприятии провести сама, чтобы рассказать им, как они нужны нам. Кожная сторонка – особный творчий проект и значное жанучшее имя, за яким целая история поспеху у разных сферах деяностей. Сельская господарка, мастерство, цена вот семейная життя. Сярод сябра у жанучшего союза и мужчины, яке зауседы готовы подтримать и допомогчим. Дело очень хорошее, потому что это объединяет женщин и не только женщин, но и мужчин. Потому что ваше движение, как я говорю за мной, это женщина двигает мужчин. Поддягивать хочу вас у всех за то, что вы нам, мужчинам. Я думаю, что я дискнуваю. Да эти машины жить в безочарованности. А кроме презентации, часописы, организаторы сустречи, лепших активисток у знагородили грамотами и поддяками Белорусского союза женщин. Тих, кто никогда не застанется в боку от актуальных життёвых проблем и зауседы будет у васаблением мудрости и працавитости. Юлия Кругвиде, студия Палаца культуры, МКТБ.